Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова, и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия, доктор педагогических наук, профессор Феодосия Габышева. Здравствуйте, Феодосия Васильевна. В первую очередь я вас, конечно же, поздравляю с вашим профессиональным праздником. Успехом вам в работе и терпением. Спасибо. Феодосия Васильевна, давайте вначале перейдем к статистике. Сколько у нас в Республике работает учителей и в каких образовательных учреждениях подготавливают педагогов? В целом у нас система общего образования, в нашей компетенции то, что относится, и в этой системе работает 55 тысяч человек примерно. Из них педагогических работников, кто непосредственно работает с детьми, это свыше 29 тысяч, это у нас педагогические работники. Из них 14 тысяч 500 – это учителя, кто профессионально непосредственно занимается обучением детей, преподаванием предметов. Из года в год количество детей увеличивалось. Мы очень надеемся, что эту динамику мы сохраним. Есть дети, значит, школы есть. Есть у нас и такая хорошая перспектива в связи с тем, что и дальневосточный гектар, и сейчас это стимулирование в целом народонаселения Дальнего Востока в связи с тем, что создаются новые рабочие места, развиваются новые отрасли. Мы очень надеемся, что эта динамика сохранится у нас. А насколько помогает развитие современной системы непрерывного образования подготовка и переподготовка кадров? Ну, это самое главное. Во-первых, мы готовим наши кадры в Северо-Восточном федеральном университете. Ежегодно где-то на разных факультетах 3000 студентов обучаются по педагогическому направлению. Учителей физической культуры готовят в Черопчинском институте физической культуры, а также Арктический государственный институт тоже готовят учителей музыки, рисования. А также наши педагогические колледжи, это исторические, которые нам всегда поставляли, но педагогические кадры, это Якутский педагогический колледж, Вилюйский педагогический колледж и Намский педагогический колледж. Поэтому наши кадры готовятся у нас на месте, но с другой стороны, потребность есть, не всегда учителей хватает, требуются учителя конкурентоспособные, поэтому мы по некоторым специалистам готовим учителей в центральных вузах. Это в первую очередь для работы в будущем, это для преподавания на трех языках. У нас артическая школа, международная артическая школа, которая требует с самого начала конкурентоспособных учителей, хорошо подготовленных, поэтому эти кадры мы готовим за пределами республики. Есть у нас проект «Музыка для всех», тоже требует хорошей квалификации, и поскольку у нас идет апробация новой программы, мы эти кадры готовим за пределами республики. А также наши выпускники сами поступают в высшую учебные заведения, в том числе педагогические, поэтому, в принципе, кадры готовим и в среднем профессиональном образовании, в высшем профессиональном образовании и за пределами республики в разных вузах. А как охотно едут молодые специалисты, получившие образование в район республики? Ну, последние годы достаточно хорошо идут, потому что это стабильная работа, это стабильный заработок, что, конечно, очень важно. А с другой стороны, есть стимулирующие программы, в частности, для молодых учителей, это подъемные, которые мы выплачиваем, поэтому до места назначения они получают компенсацию расходов, проездных расходов, а также конкретно на провоз багажа. Есть очень хорошая программа, это только в нашей системе эта программа была, да, именно выплаты молодым учителям, выезжающим в Северно-Арктические Улусы, ежегодно по 30 месяц. И сегодня я пользуюсь случаем, хочу сказать, памяти Ефима Виктора Петровича, который очень хорошо, будучи министром экономической развития, поддержал, как северный человек понимает, да. И сегодня в рамках этой программы где-то вот 300 молодых учителей работают в Северно-Арктических Улусах. Не секрет, что у нас были предметы, которые подолгу не преподавались, но и основные предметы, конечно, это математика, русский язык, информатика, физика и так далее по этим предметам. И когда показывают нам вакансию, ежегодно мы в Северный Улус их отправляем. Ну, очень хорошо, что они на местах очень хорошо их принимают. Я много езжу по республике, я хочу подтвердить, что действительно даже в коллективах они задают очень хороший тон, да. Ну, конечно, и за ними закрепляем наставников, учителей с опытом, которые, ну, первые годы им очень хорошо помогают. Ну, есть еще другие стимулы, в первую очередь, это хотят не только там молодые, ну, поехать работать, да. Сейчас возвращаются учителя, которые, ну, в свое время по каким-то причинам, особенно в 90-е годы, уходили из системы образования. Ну, вот они возвращаются сейчас в систему, это, конечно... То есть их обеспечивается жильем там, да, все... Нас только это радует. Ну, в первую очередь, конечно, это стабильный заработок и стабильная работа. И творческая работа. Глава Якутии Егор Борисов говорит, что главная цель образования сегодня, да, обеспечить республику конкурентноспособными кадрами. Ну, вообще, якутянами. Что вы скажете по этому поводу, ваше видение на работу? Ну, во-первых, эта конкурентноспособность обеспечивается качеством обучения, поэтому мы должны стараться, чтобы у нас качество образования из года в год, ну, росло. Подтверждением тому хочу сказать, что в целом по предметам, да, основным предметам по русскому языку, по математике и по другим, у нас качество образования ежегодно, ну, улучшается. Это динамика, которая делается нами по результатам единых государственных экзаменов, а также сейчас по результатам контрольных работ, которые возобновляются последние годы, а также это международные исследования, которые проводятся не только у нас в стране, ну, в России, да, а в целом во многих странах, и по этим тоже выявляют именно качество образования. Быть конкурентноспособным – это, конечно, иметь перспективу, в первую очередь, получения качественно хорошего образования, но здесь надо обратить внимание на то, что, в первую очередь, мы должны готовить кадры конкурентноспособные по разным отраслям народного хозяйства, поэтому прогноз делается Министерством экономического развития, департаментом, да, по расстановке кадров, ну, непосредственно сейчас это нашим Министерством образования и науки. Ну, мы должны стараться, чтобы действительно были подготовлены нужные кадры для всех отраслей народного хозяйства, начиная от работников именно по направлению социальной сферы, кончая промышленностью, крупным бизнесом и так далее. В России сейчас внедряется проект, программа «Дети Арктики», и республику нашу выбрали как пилотную. Как у нас в этой области ведется работа? Ну, в целом, исходя из того, что на международном уровне сейчас Арктика – это перспективный регион, об этом много говорят, в частности, это когда проводили в Архангельске форум, да, Арктика территории диалога с участием президента Владимира Владимировича Путина. Наша республика участвовала очень большим составом, патруковцам Егора Фанасьевича Борисова по всем направлениям. И там это, я считаю, тоже историческое событие, может быть, шесть субъектов Российской Федерации, а также Федеральное агентство по делам народности, Ассоциации коренных малочисленных народов в Севере, Сибири и Дальнего Востока. Вот все шесть сторон подписали соглашение. Ну, это республика Саха-Якутия, Хантамансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Коми, Архангельская область, ну и другие, да. Поэтому, в принципе, это вот они первые и зачинатели, инициаторы вот этого проекта. Буквально на днях мы были на заседании Арктического совета, именно по группе устойчивого развития арктических территорий. И там представили этот проект, это Федеральное агентство по делам народности. И мы, ну, как субъект заинтересованы, мы сказали, если этот проект инициировался только по дошкольному образованию, этот проект расширить школьным образованием. Ну, я думаю, что в перспективе и профессиональное образование будет тоже там, да. Почему мы этот проект иницируем? Потому что благодаря вот этому проекту, ну, в рамках реализации данного проекта мы должны отработать и вообще делать акцент на специфические условия работы в условиях Арктики и подготовки будущих кадров. По поручению Владимира Путина в настоящее время ведутся проверки в школах Рособорнадзора и прокуратуры. В обществе звучали разные мнения. Как у нас с этим? Ну, в первые дни действительно было достаточно, ну, вот, немножко паника была, да, потому что это внеплановая проверка, и наша республика включена в числе, ну, всех субъектов, во всех субъектах это должны проверить, ну, и в национальных субъектах, это в Ашистане, в республике Саха-Якутия и в республике Татарстан. Сейчас это проверяют именно соблюдение законодательства, конкретно по закону о государственном языке Российской Федерации, значит, русскому языку, и реализации закона о языках в Российской Федерации. Ну, поскольку это первый раз приехали так комплексно и генеральная прокуратура, и Рособорнадзор, непосредственно два надзорных органа, но, с другой стороны, я хочу сказать, ну, первые впечатления, конечно, у нас есть некоторые вопросы по локальным документам, это на уровне образовательных организаций, есть вопросы терминологического характера, есть вопросы статистики, есть, конечно, и вопросы по комментарию вообще в целом законов, да, но и российских законов, и оригинальных законов, да, которые, ну, у нас они не противоречат, а с другой стороны толкование в некоторых случаях, ну, понятия могут быть, ну, немножко толковаться по-разному, да, поэтому такие вопросы в начале проверки это были, эти вопросы все сняты, потому что в целом у нас закон работает, нормативные правовые акты приняты, но сейчас по локальным документам, конечно, есть некоторые замечания, над которыми мы будем работать. Такие проверки, поэтому нам помогают, совершенствуют законодательство. Спасибо, заканчивается наш эфир, буквально два слова нашим телезрителям, и, в частности, учителям с праздником, поздравьте, пожалуйста. Дорогие учителя, ну, работник системы образования, всех поздравляю с профессиональным праздником, это самая уважаемая профессия, учитель, всем благ. Я напоминаю зрителям, у нас в гостях был первый заместитель министра образования и науки республики Феодосия Габышева. Будьте с нами, всего вам доброго. Спасибо.